Следующий наш спикер будет Елена Ларьонова. Тема доклада «Как донос и угроза насилия могут разрушить слабополучную Сибирь?». Елена, пожалуйста. Добрый день всем. Я приветствую всех участников конференции. К сожалению, не смогла сегодня присутствовать лично. Постараюсь вкратце вот так онлайн осветить, в чем именно я вижу опасность отдельных норм этого закона. Сейчас предыдущий спикер как раз-таки затронул нормы статьи 17, статьи 18 закона о профилактике бытового насилия. Вот здесь хотелось бы продолжить. Лично меня, как юриста, волнует тот момент, что в статью 17 предлагается внести норму, пункт 3, прим. 1, которая будет гласить, что при выявлении угрозы либо фактов бытового насилия уполномоченных государственных органов и организаций по организации помощи принимают меры индивидуальной профилактики в пределах своей компетенции. То есть меры индивидуальной профилактики сейчас были озвучены предыдущим спикерам. Речь здесь идет не только о самом факте правонарушения, потому что наши оппоненты часто говорят, ну вы не шлепайте детей, да, и к вам никакие меры применяться не будут. Нет, здесь речь идет о факте, не только, вернее, о факте, об угрозе совершения правонарушения. И хотелось бы отметить, как уже было сказано сейчас, что это не только физическое насилие как таковое. То есть закон дает понятие также экономического насилия, психологического насилия. И в этой норме не раскрывается, а кто и каким образом будет определять эту угрозу. Это ведь достаточно субъективное понятие. Что такое угроза психологического насилия? Я с тобой не буду разговаривать? Или что такое угроза экономического насилия? Когда представитель какого-то государственного органа посчитает, что один из членов семьи как-то ущемляется материально, на свой субъективный взгляд. И это, безусловно, очень опасно, потому что, еще раз повторюсь, трактовка субъективная, и это повлечет очень большие коррупционные риски. Вмешательство в семью. Далее предлагается внести также изменения в статью 18 закона о профилактике бытового насилия, где предлагается дополнить под пунктом 4 сообщение о фактах насилия в средствах массовой информации на онлайн-платформах становится одним из оснований для применения меры индивидуальной профилактики. Опять же, наши оппоненты часто говорят, что это и сейчас ведь все есть. То есть гражданин любой может обратиться в правоохранительные органы, сообщить о том, что в какой-то семье совершается правонарушение в отношении ребенка или других членов семьи. Да, действительно, это есть, но есть существенные нюансы. У нас сейчас в уголовно-процессуальном законодательстве четко определено, что анонимные обращения не могут служить основанием для начала досудебного расследования. И точно так же определено по поводу тех обращений, которые подаются в рамках административно-процессуального кодекса в государственные органы. То есть там в обязательном порядке должны содержаться персональные данные гражданина, его имя, фамилия, отчество при наличии. Независимо от того, подается ли оно письменно, либо оно подается устно, тогда сотрудник этого государственного органа вносит эти данные в протокол. То есть лицо, которое сообщает о правонарушении предполагаемом или совершившемся, он называет свои данные открыто. Эта же поправка наделяет практически любого человека, который желает анонимно сообщить какие-то сведения о семье, зачастую недостоверные, посредством онлайн-платформ, посредством средств массовой информации, которые сейчас у нас, это не только печатные издания или телевидение, давно уже у нас прогресс шагнул вперед, и сейчас любой интернет-ресурс, любая страничка в социальной сети, любые чаты в WhatsApp, в Telegram, они все являются средством массовой информации согласно тому определению, которое дано у нас в законе. Поэтому здесь открывается широкий простор для того, чтобы использовать эти интернет-ресурсы не только для сообщения о каких-то реальных факторах правонарушения, но действительно есть семьи, в которые необходимо вмешиваться государственным органам, неблагополучный образ жизни, дети действительно подвергаются какому-то физическому или другому насилию. Но этот инструмент может использоваться ведь и просто для сведения счетов, если возникли какие-то неприязненные отношения. Очень часто такое происходит в ходе судебных процессов по расторжению брака, когда супруги испытывают уже очень сильную неприязнь друг к другу, и ребенка используют буквально как разменную монету, и тогда вот в ход идут такие, так скажем, грязные методы, когда одна из сторон пытается другую оклеветать каким-то образом. И вот эта поправка развязывает руки такими недобросовестными личностям, которые, прикрываясь анонимностью, могут писать все, что угодно, потому что анонимность, она, в общем-то, порождает безнаказанность, безответственность. Неизвестно, кто по ту сторону экрана, невозможно определить это лицо, и, соответственно, его невозможно привлечь к ответственности, заложен донос не за клевету. Хотелось бы отметить, что буквально через несколько дней после принятия этого закона у нас лично в Восточно-Казахстанской области уже прокуратура разместила в социальности Инстаграм информацию о том, что создан телеграм-бот, где любой может анонимно отправить сообщение о каких-то фактах насилия либо другого правонарушения в семейной бытовой сфере. То есть, чтобы мы понимали, что такой бот – это искусственный интеллект, которому можно выслать любую картинку, любое фото каких-то синяков, ссадин, травм, и написать, что семья, проживающая по такому-то адресу, избивает ребенка. Естественно, этот бот не будет выяснять, а действительно ли там такая семья живет, а действительно ли это достоверное фото. Он просто будет автоматически перенаправлять в какой-либо государственный орган. А у тех возникает основание для того, чтобы выехать, отработать, принять меры индивидуальной профилактики в отношении конкретной семьи. Поэтому я, как юрист, конечно, вижу в этом большую опасность. И хотелось бы, чтобы государственный орган, она, безусловно, будет смотреть на шефир, если уж оставляют этот закон принятым, то хотя бы внесли поправки в эту норму. И было бы четко сказано, что в любом случае не принимаются обращения, которые являются анонимными, либо по которым невозможно достоверно установить то лицо, которое обращается. Мы понимаем, он может написать имя, фамилию, но они могут быть вымышленными. Соответственно, должны быть какие-то критерии, которые позволят четко идентифицировать это лицо. Я считаю, что если человек обращается в органы полиции, сообщает о факте правонарушения, он это должен делать с открытым забравом. То есть если он исполняет свой гражданский долг, если он действительно считает, что есть семья, которой нужна помощь, нужно какое-то вмешательство в семью, это нужно делать открыто. Вот таково мое мнение по поводу этого закона. У меня пока все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Елена.